всем привет обзор очередной поворотной камеры с оптическим зумом магазин и искам на алиэкспресс предоставил для видео обзора очень интересные цены в этом магазине и сейчас как раз идет акция заходите и присматривайтесь цены вас очень порадуют очередная камера поворотная с оптическим зумом искам 4k дубл-лайт пятизи камера то есть позиционируется она как камера с тремя ночными режимами то есть имеются на ее борту инфракрасные светодиоды и белые мощные светодиоды белое свечение ну и камера как мы называем дальнобойная в бюджетном ценовом диапазоне алюминиевый кронштейн кронштейн уже небольшого размера и это хорошо значит камера у нас также не огромная вот так вот все упаковано приходит в целости и сохранности сама камера и по комплектации что дальше крепление дюбелей муфта наряжей 45 и инструкция блока питания в камере нету потому что камера универсальна по питанию это по и вариант питания подключение по одному кабелю распиновка также прописана на наклейке или же 12 вольтовое обычное подключение выбирайте что есть к тому и туда и подключайте камеру также она будет стопроцентно работать в вашей домашней системе видеонаблюдения например видеорегистратор хиквижин дахуа и также она может подключаться если у вас это по и видеорегистратор напрямую к поведе видеорегистратору ну или же по и коммутаторы понятно также она будет поддерживать данная камера имеет протоколы хиквижин и дахуа и она в полной мере будет работать в вашей системе хиквижин и дахуа с вашими видеорегистраторами без всяких вопросов это такой бюджетный вариант как я называю камер хиквижин и дахуа которые вы можете заказывать и полная совместимость но также она будет работать и в моей системе видеонаблюдения домашней с видеорегистратором иксы маевским инструкция в комплекте идет шаблон для разметки крепления сверлений также есть и инструкция как и прошлый вариант что я вам показывал камера у нас была на прошлом обзоре с вай фай эта камера без вай фай приложение айси 180 про камера работает с этим приложением и здесь в этой инструкции хоть она и англоязычная но можно перевести все подробно начиная от установки камеры подключения заканчивая ее настройками и что здесь наверное одно из важных будет в общем-то вся инструкция важна пресеты задаем пресет и включаем на камере ту или иную функцию вот эту табличку просто переводите и все основные моменты по включению выключению камеры у вас здесь будет также здесь можно включать слежение за объектом выключать включать круизы различные камера имеет sony матрицу и mx 415 8 мегапикселей при 20 кадрах в секунду есть вариант заказать такую камеру с 5 мегапиксельной матрицей также sony там будет 20 при 5 мегапикселях 25 кадров в секунду если нужно вам большое разрешение вот в 8 мегапикселей то можно выбирать есть возможность смены разрешения уменьшение разрешения 8 по максималке можно поставить 5 там 4 2 1 мегапиксель то есть это все в настройках камеры делается также камера оборудована микрофоном и динамиком микрофон передней части динамик задней то есть двухстороннее аудио и это говорит о том что камера у нас может работать как самостоятельное устройство такая себе не мини система видеонаблюдения из одной камеры храните есть где информацию удаленно вы на нее можете заходить через приложение через компьютер также может работать с видеорегистратором но это уже в огромной большой системе видеонаблюдения но камеру ты можешь использовать как самостоятельное устройство заходить просто на нее со смартфона отслеживать заходить на карту памяти просматривать видео сохраненная за день и за период за какой там все зависит от объема карты памяти формат сжатия аж 265 то есть камера обладает всем всем современным функционалом камера не выглядит огромной корпус уже вполне таки адекватные раньше такие камеры были ну просто огромные тяжеленные эта камера уже имеет средний размер так сказать такой вот по поворотной камеры и будет не будет так заметно и не будет так привлекать внимание несложное подключение камеры одной наверное из простейших подключаем камеру блоком питания на этом видео сейчас на столе я подключу ее 12 вольтовым блоком уже впоследствии на улице я ее подключу к пове коммутатору и кабель от роутера подключаем в разъем рж 45 камеры на камере по умолчанию включена функция держ себе то есть когда мы подключили кабель от роутера роутер камере присваивает сразу же свободный внутренний айпи адрес то есть вам не нужно будет менять подсеть где-то что-то там заходить искать подключаю камеру в розетку если вы установите девайс менеджер специальный для этой камеры кстати в инструкции есть ссылки там можно скачать на компьютер и вы тут же найдете камеру в домашней сети и узнаете ее айпи адрес потом айпи адрес вводим в строку поиска хрома и заходим на веб-интерфейс камеры все настройки полный просмотр с компьютера или же подключение со смартфона приложение айси 18 про надо пройти регистрацию чтоб был ваш кабинет там несложно почту вводите все по стандарту и и дню девайс вайфай dual band 4g lan у нас lan подключена камера по кабелю поэтому lan и qr-код рассчитываем с наклейки на камере моментально считала и присваиваем камере имя или сами прописываете shop можно самому прописать добавление совершено вот так все просто и уже приходит руку мою определила наверное но факт тому что уже приходят уведомления по с камерой по человеку по определению силы это человека захожу на камеру посмотрите как все быстро как все быстро и просто и это немаловажно потому что камерами интересуются не только специалисты а вот ты не специалист но тебе нужна камера сегодня поставить подключить и в дальнейшем ты не хочешь углубляться в эти все моменты настройки подключения вот камера которая не требует от тебя ничего никаких знаний все и потом ты разбираешься в приложении один минус что нет понятного языка но английский язык уже тоже для нас понятен поэтому заходим и все смотрим что тут возможно управление освещением light control пожалуйста интеллигент дубы light то есть по силуэту человека камера будет включать белые led светодиоды они работают на очень огромном расстоянии очень мощные такой себе будет поворотный прожектор у тебя умный поворотный прожектор плюс камера в одном устройстве или же но это надо пробовать white light mode постоянное свечение наверно или же интеллектуальная или же не светить то есть другого здесь не дано сохраняем пробуем проводишь эксперименты включаешь ту или иную функцию камеру всегда можно сбросить к заводским установкам ничего здесь на страшного нету микрофон громкость динамиков то есть все все вот эти моменты по тревоге наверное основное что здесь зайдешь и также ты разберешься что включить по каким моментам присылать уведомления автомобиль мотоцикл велосипедист и детекция человека можешь избирательно принимать выбирать что тебе нужно работать днем работать ночью можно функции эти выключить чтобы не работала там днем только ночью или наоборот чувствительность какой-то обзор также работать днем и работать ночью или не работать вынесу камеру на улицу включу посмотрим зону выставить сработки камеры может где-то вам не нужно чтобы она реагировала выставляем какую нужно и по графику работа на присылание уведомлений все эти моменты после изменений каких-то сохраняем чтобы сохранилась у alarm уведомления карта памяти так определилась все нормально форматировать давайте отформатируем желательно отформатировать именно в камере тогда большая вероятность что будет адекватно вестись запись все отлично отформатировалась все сбросилась клоуд есть облака есть заходим смотрим ознакомливаемся что нужно сколько дней сохранять соответственно там будет стоимость первые 30 дней и скорее всего бесплатно видео настройки по видео смотрите по смене разрешения как я вам говорил максималка 8 и уменьшаем разрешение если нужно формат жатия даже есть 265 плюс поставлю но и старые формат жатия 264 есть у кого старый видеорегистратор например ты хочешь камеру за делом на будущее купить будешь видеорегистратор обновлять берешь эту камеру не поддерживает он 8 мегапикселей но у тебя есть возможность уменьшить разрешение и у тебя есть возможность заменить формат жатия на поддерживающие видеорегистратором и тебя камера с ним работает все пришел новый видеорегистратор ты накрутил на максималку все возможности и установил камеру также работает фреймрейт при 820 максимальный ну да здесь от 5 до 20 уменьшаешь разрешение увеличиваются кадры в секунду есть возможность поставить это первый поток и вторичный поток также можно регулировать все с приложения и это очень классно есть камеры у которых но нету такого доступа с приложения если хочешь поменять разрешение кадры в секунду то нужно заходить с веб-интерфейса камеры здесь с приложения это тоже как бы плюс немаловажные моменты синхронизация времени со смартфоном factory reset сброс к заводским установкам перезагрузка устройства удаленно также можно сделать вдруг что-то не нравится как камера работает просто перри загрузить устройство пока камера тут давайте проверим динамик качество динамика звук раз-два-три хороший микрофон есть и чтоб сказать в динамик нажимаем на микрофон удерживаю раз-два-три-четыре-пять раз два три супер хорошая громкость хороший мощный динамик то есть ты даже можешь передавать камера даже пускай стоит высоко но ты будешь слышать очень качественный динамик и микрофон можно даже вести переговоры с человеком скорость поворотного устройства тройка по умолчанию ну камера не супер быстро но вполне адекватно хотелось бы конечно быстрее на такой камере но сумма ему тема ему видеорегистратор x и маевский определил камеру как хик vision картинка с камеры на мониторе видеорегистратора супер цветопередача чувствительность вот эти все моменты детализация на отличном уровне определение силуэта человека уже работает и на хорошем расстоянии это та камера которая будет на большом расстоянии определять человека плюс если вы еще и используете на зумирование приближение приблизить эту область то она еще дальше будет использовать именно определение силуэта человека по оптическому зумированию управлять камерой вы можете также с видеорегистратора то есть это идеальный вариант камеры в большой системе видеонаблюдения но также как я вам и сказал это также тот оптимальный вариант камеры для использования как одиночной системы видеонаблюдения всех людей видите она выделяет можно выделение выключить это сейчас у меня пищит видеорегистратор поставил я просто что зум что срабатывал на определение силуэта человека можно включить выключить ну и также приходит уведомление на смартфон по определению силуэта человека по поворотам скорости вполне хватает думал я не хватит отлично быстро камера вращается эта камера не 360 есть у нее упор сзади вверх вниз отрабатывает без вопросов полностью может смотреть под себя вопросов нету и вверх также даже немного отлично да по по зуму смотрите кратность показывается на мониторе и на картинке с камер из приложения и по максимуму по идее здесь вот выкручивается 38-кратное зумирование но так как я камеры уже многие на вот этой территории опробовал тестировал при 38-кратном зумирование можно было читать объявление на столбе здесь такого нету в реальности наверное где-то 30-кратный зум и из них как пишет продавец на в характеристиках товара 12-кратная оптика и 8 18-кратный цифровой зум я вам скажу что даже если да здесь видно что уже цифрой подкручивается но в остатке у нас получает остается качественная хорошая детализированная картинка до размытия есть немного но связи с тем что у нас разрешение большое вполне возможно использовать цифровое зумирование без особого потери качества вполне нормально при максимуме если вы приблизите картинку можно будет рассмотреть и черты лица человека и номера стоящего автомобиля все это можно будет сделать ну и может движение под определенным углом также будут читабельные номера при может стоп-кадре каком-то то есть минуса особого в в этом установлен установленном объективе нет ну и также учитываем мы сразу же ценовой диапазон камеры цена соответствует качеству и возможностям по работе с икс и маевским видеорегистратором чисто пишет по человеку поставил я запись тревожную на видеорегистраторе на 14 канал и включается запись на видеорегистраторе когда появляется человек в кадре камера когда присылает именно по тревоге по человеку если я на камере поставлю функцию определение автомобиля там мотоциклиста велосипедиста также на видеорегистратор камера будет подавать команду по этим объектам автомобиль велосипедист мотоциклист выборочно можно менять убрал я сейчас автомобили оставил чисто людей и вот смотрите женщина прошла запись идет еще какое-то время сохраняется и потом выключается запись на жесткий диск видеорегистратора опять до появления человека в кадре вот это и произошло также можете вы выставлять на карту памяти все будет дублироваться или же можно на карту памяти там поставить запись постоянку например она видеорегистратор на жесткий диск поставить тревожную или наоборот как захотите чувствительность определении человека работает на огромном расстоянии он человек оттуда идет я даже и не заметил прислала уведомление я потом уже присматриваюсь на картинке что вон аж там определила силуэт человека и уже уведомление на смартфон прислала и включилась запись на карту памяти и на жесткий диск видеорегистратора по включению функции слежения за человеком вот даже с видеорегистратора сексе маевского я это сделал присед 80 вводим и жмем старт проследила только что за человеком скрылся вон там в листве за деревьями время какое-то еще в том что в то место посмотрела и вернулась назад присед 80 отвечает за включение слежения за человеком пресет 81 служит для отключения 81 вводим старт функция отключается это можно сделать с веб-интерфейса камеры на компьютере ну вот с приложения я не увидел где там можно именно цифровой пресет водить но вот с видеорегистратора также секвижен сдахуа такая возможность будет включать и выключать отслеживание человека в прямом эфире и камера используют при этом автоматическое зумирование автоматическое зумирование также используется при слежении за человеком то есть приближает до какого-то диапазона ну вот так вот нету конкретно удержание предмета в центре так на другого человека переключилась и сейчас я включил еще функцию определения автомобилей я хочу проверить будет ли она при этом следить за автомобилями или же слежение только за человеком но классно плавно проводит человека есть негативные моменты вот конкретики нету в удержании по центру объекта вот гуляет гуляет туда-сюда камера но я думаю что это будет дорабатываться и будет в новых прошивках это все зашиваться и обновляться камера но вроде дернулась за автомобилем но там и человек стоит скорее всего нет за автомобилями не следит а вот если я сейчас выключу человека к примеру может только нужен один объект для слежения сейчас вот человек выключен и оставил только автомобилей пишет чисто по автомобилям сейчас автомобили чисто определяет присылает уведомление но не следит может где-то что-то по-другому нужно включить но за автомобилями не следит скорее всего просто не зашито в этой камере слежение за автомобилем отличная ночная картинка с камеры автофокус отрабатывает также отлично вопросов нету дальнобойные и к светодиоды определение силуэта человека также слежение работает в ночном режиме сейчас я его выключил просто пробую вот презумировать сидящих животных все четко автофокус незаметно практически отрабатывает есть моменты на в ночном режиме вот что камера может определять ложное срабатывание по силуэту человека надо регулировать чувствительность также есть возможность в камере выключить light светодиоды белые светодиоды чтоб камера не переходила в цветной режим это все делается посредством пресетов и вот эта табличка в общем-то очень хорошо помогает перевести запомнить несколько пресетов которыми вы будете пользоваться также можно включить перевести камеру полностью в цветной режим и камера будет использовать белые светодиоды и они очень яркие очень яркие и классно светят вот черно-белый режим также на достойном уровне на большое расстояние можно зумировать предмет и вот так например оставлять если нужно с установлен у вас автомобиль там далеко и вам нужно ввести за ним видеонаблюдение призумировали оставили и пиш пишется картинка за день камера показала себя с хорошей стороны но где-то наверное 95 процентов из 100 слежение и определение человека днем было идеальным пять процентов есть косяки где теряла человека из виду или же следила за ногами например но основная часть отработала отлично картинка это первое что из идеального в этой камере дневная и ночная картинка как вы видите на очень высоком уровне объектив стоит не очень качественный но от этого и цена цена камеры в основном то складывается в зависимости от комплектующих небольшая цена соответственно объектив стоит не супер качество отсюда и заявлено продавцом 12-кратный оптический зум и там 18-кратный цифровой но если честно я не замечаю особой особой потери качества картинка также на достойном уровне то есть за эту стоимость это супер вариант камеры на сегодняшний день чувствительность по определению человека также очень порадовала очень далеко камера может определять человека на очень большом расстоянии чувствительность просто огромная особенно днем ночью понятно это будет хуже но нет у меня такого места чтобы камера не определяла там человека везде где видимость есть прямая человек появляется сразу же камера определяет присылает уведомления если включено слежение начинает следить за ним 55 пресет отвечает за включение цветного ночного режима и посмотрите то огромный плюс этой камеры что sony матрица и при малейшем освещении она видит хорошо без шумов освещение уличное плюс освещение идет от белых лет светодиодов дальнобойных и картинка получается на хорошем уровне цветная ночью так можно оставлять ее до утра и при наступлении рассвета камера выключит LED светодиоды и будет опять в цвете работать дальше давайте покрутим ее в темное место ну вот все отлично светит она просто на приличное расстояние и также при использовании зума давайте посмотрим на картинку ну вполне достойная по тут уже шумы появляются потому что у нас потеря качества идет при цифре но но очень хорошем уровне также цветная картинка и с использованием зума также немаловажно приходят уведомления сразу же вот human detection камера такая-то приходит уведомление без всяких вопросов могу вам посоветовать эту камеру потому что эта камера тот диапазон который вы спрашиваете то есть по назначению большой высота с большого этажа нужно приближать нужно далеко видеть нужно картинку с хорошим качеством вот вы заплатите небольшую стоимость сравнительно с другими камерами и получите отличный вариант камеры на сегодня все всем удачи и до следующих видео